Девушки отдыхают Там, ну вот когда мамка, папа, вот как, например, если было бы у брата и сестра, как сестру зовут, или как брата зовут На мой взгляд, семья должна быть, ну, должна понимать меня Сегодня дети, завтра народ, сказал один мудрый человек Часто ли мы задумываемся об этом? И задумываемся ли о том, какой народ выйдет из стен детского дома? Чей он будет, этот народ? Родина и родители, слова однокоренные, случайно ли? Родина, как и мир, для ребенка начинается с семьи Или не начинается? Многие из детдомовцев зачастую даже не знают, кто их папа и мама Способно ли государство заменить родителей? Ситуциональная система, она, ну, неестественна для ребенка Для ребенка, естественно, семья Даже неблагополучная И то лучше, чем детский дом Вообще, чем меньше ребенок находился в детском доме, тем лучше Дети любого возраста, начиная вот с дошкольника, да, и кончая вот уже Дети у нас здесь в детском доме до, так сказать, окончания школы Есть даже воспитанники, которые уже обучаются в СПО, в профтехучилищах, колледжах, они у нас проживают Они все равно хотят все в семью, они хотят иметь родителей, хотят жить в семье Это мечта любого ребенка, любого возраста Сергей Черков, бывший воспитанник Архангельского детского дома номер два В свои 18 лет практически полностью самостоятельный и взрослый Всю свою сознательную жизнь провел вне семьи, в воспитательных учреждениях И о чем мечтают здесь дети, знают не понаслышке Они мечтают, ну, чтобы их забрали, потому что все равно в коллективе мамы и папы Это для них лучше будет, чем тут с другими ребятами Все равно это намного отличается все-таки Что там могут близкие быть, хотя бы не свои, но все равно близкие, как бы люди У них главное это счастье, чтобы было Я, например, представлял это счастье, то, что, ну, вот, говорил, буду ходить с родителями везде Я представлял, что братья будут, кроме большинства, два-три брата, ну и одна сестра На 1 августа 2015 года детское население Поморья составляло 223 тысячи детей Из них почти 5000 детей-сирот 1371 ребенок воспитывается в 26 детских домах, интернатах и домах ребенка Архангельской области 3641 ребенок, или 70% от общего количества детей-сирот, находятся в семьях опекунов В том числе в приемных семьях 1440 детей Таковы были исходные цифры в преддверии первого регионального форума опекунов и приемных родителей Который прошел в Архангельске в сентябре 2015-го Основная идея его организаторов – создание площадки для диалога и обмена опытом Для специалистов, социологов, психологов, педагогов, воспитателей Но прежде всего для родителей, тех, кто уже принял чужих детей в свою семью И тех, кто еще только собирается это сделать С моей стороны был интерес посмотреть, что вообще представляет из себя форум И что, ну, какую-то информацию, может быть, новую для себя подчеркнуть Познакомиться с другими семьями, которые живут такой же жизнью Не совсем простой, как я Наталья Львовна в статусе приемного родителя и опекуна больше 20 лет Стала им в 19 Когда умерла мама, на руках ее и мужа осталось 5 младших братьев и сестер И свой младенец Вырастили, подняли на ноги всех При том, что родили еще двух сыновей Когда все повзрослели, взяла еще двух девочек из детдома А потом выяснилось, что у девочек есть младший брат Мы съездили потом еще из-за брата, которому было 5 лет на тот момент Теперь ему 16 Эти, конечно, мои дети Я сейчас прожив столько лет с ними, я не могу вообще делить их от себя У этих людей особый дар Настоящий, родительский Я все время восхищаюсь нашими родителями У них всегда светятся голоса Они становятся такими активными Это такой моторчик какой-то внутри людей, наверное, заводится Когда ты понимаешь, что ты кому-то нужен, у тебя смысл в жизни появляется Хочется, чтобы были дети Я пришла в опеку, чтобы взять просто ребенка У меня не было такого, что мне он понравился или не понравился Просто уже решение было, видимо, оно выросло во мне Вот это, что я буду брать ребенка Вот, и этому ребенку нужна мама Наверное, вот это сработало Секция сопровождения детей-сирот и семей их принявших Была одной из основных и самых интересных площадок форума Разговор шел о кризисах, с которыми сталкивается приемная семья Как показала практика, они неизбежно возникают у каждого установителя или попечителя Чтобы такая семья состоялась, одного благого желания мало Сегодня по всей области действуют школы приемных родителей Родители, прежде чем взять ребенка, они, конечно, должны быть подготовлены Насколько готов родитель, настолько будет успешная семья Ребенок тоже должен быть готов к устройству с семьей Но, к сожалению, это происходит не везде и не всегда Поэтому наша задача, как слушать сопровождение Максимально подготовить ребенка к принятию семьи То есть для этого проводится у нас в области школы приемных родителей Практически уже повсеместно, к счастью Задача социальных педагогов, чтобы адаптация нового члена семьи Прошла безболезненно Для ребенка, как правило, это очень сложный и ответственный этап в его жизни К которому его тоже готовят Понимаете, ребенок, который, допустим, всю жизнь Свою маленькую уже прожил изначально в каких-то государственных учреждениях Да, такая новость на него сваливается Во-первых, он принимает, конечно, новость Но он мыслит, и сколько у него Как он там будет жить Как его примут Вообще, что там за семья Сегодня в детских домах разработаны программы По семейному воспитанию По профориентации Но прежде всего детям прививают бытовые навыки Как в семье Все, что может пригодиться в будущем Ребенка готовят не только к взрослой жизни Но и к возможному обретению новой семьи Если дети дошкольного возраста То их нужно учить правилам гигиены Санитарии То есть, как ухаживать за собой Как чистить зубы То есть, на элементарном уровне Как все это делается в семье Ребятам постарше, конечно Нужно приучать к труду Мы стараемся ребятам Привить вот это трудолюбие Во всех сферах деятельности Ребята с удовольствием идут на занятия Потому что наши педагоги творческие Они строят так свое занятие Чтобы ребятам было интересно Детей учат не только готовить кушать Стирать и убираться по дому Но и социальным компетенциям Правильно распоряжаться деньгами Правовым понятием Умению общаться с окружающими Владеть собой Моя работа полностью направлена на то Чтобы детей научить самостоятельности Самостоятельности и ответственности За свои действия, за свои поступки Я считаю, в первую очередь Даже независимо пойдут они В завещающую, не пойдут в семью Все равно, в первую очередь Для человека основные качества Это самостоятельность и ответственность У нас нет такого понятия Как детдомовские дети Мы не разделяем их на обычных детей Допустим, и детей из детского дома Они точно такие же У них такие же потребности Как и у других детей Только эти дети с особенностью У них нет родителей Государство повернулось лицом В проблеме сиротства И оказывает большую поддержку Замещающим родителям За последние три года В Архангельской области Новые семьи обрели Более 2700 юных северян В два раза больше, чем Осталось на сегодня В детских домах, интернатах И приютах по морю Верится, что этот Духовный потенциал Жителей нашего края Далеко не исчерпан И в будущем мы сможем увидеть Опустевшие детские дома И приюты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова